Я, например, с трех ночи здесь. Вот, и этот рейс уже отменяют два раза. Вот мы уже второй раз стоим три часа в очереди. Два раза багаж меняем. Это вообще издевательство над людьми называется. Да это что такое? Натуральное издевательство. У них самолет сломался, мы-то причем здесь. Пускай другой дают. Сколько можно на ногах стоять-то? Почему обманывают? Если самолет сломан, конкретно говорить, сломан. Сутки не будут. А то, чтобы воды не давали, пока мы не зарывали. Ни обед, ни вода, ничего. Летно же, наверное. У всех ребенок, с ребенком, невозможно стоять тут. Такую жару. Кондиционер не так работает. Мы уже не знаем, что делать. У нас просто истерика. Сегодня заканчиваются визы. Как добраться до дома, теперь большой вопрос. Нервный смех, возмущение и отчаяние. Многим стало плохо, поднялось давление. Из-за несвоевременного приема пищи и волнения у людей, страдающих сахарным диабетом, ухудшилось самочувствие. Кровь для анализа у них брали прямо в здании аэропорта. Потеряно здоровье и разрушены планы. Другой рейс не предлагается. То есть, летим мы тем же самолетом, который будут чинить. Пропадает отпуск, пропадает бронированный отель. То есть, вот это пропадает, да. Двое суток я потеряю. Для многих Москва – стыковочный пункт. Некоторые из них не успевают на другие рейсы. В Москве – Симферополь. Валет будет в 10-50 утра, шире влете в этом НЛД. Практически весь день пассажиры рейса «Иркутск-Москва» просидели в аэропорту столицы Приангаре. А после сменили место дислокации. Пассажирам задержанного рейса предоставлена гостиница аэропорта. Также вся необходимая помощь, в том числе питание. Предположительно, пассажиры будут находиться у нас до завтра. В ожидании ремонта самолета пассажирам злополучного рейса остается вместо запланированных дел коротать еще одну ночь в Иркутске. Ирина Томчик, Артур Ощупкин. Новости сейчас.